Итак, вы зашли в веломагазин. Вашему взору предстало огромное количество велосипедов. На какое из них обратить внимание, я расскажу прямо сейчас. У данной модели одна звездочка спереди, семь сзади. Этого вполне достаточно для того, чтобы в прогулочном режиме кататься по городским улицам. У данной модели большое комфортное седло с очаровательными пружинками. Все для комфортной и неспешной езды. Вынос у этой модели тоже для комфортной езды. Он перемещается вверх и вниз, так что можно подобрать удобную посадку для любого человека. И еще очень важный момент. У велосипедов вот с такой рулевой колонкой руль можно регулировать по высоте. Это очень важно для тех, кто привык пользоваться данной опцией. Если вы поклонник более экстремальной езды и вам нужен велосипед как спортивный снаряд, то вам подойдет вот эта модель. Здесь не регулируется руль по высоте. Он уже закреплен, все тщательно проверено геометрией. Здесь вы не найдете пружинок на седле. Седло спортивное, достаточно жесткое. И здесь можно найти дисковые тормоза. Если в велосипедах класса комфорт вот такие вот ровные педали с небольшой резинкой для комфортной езды, то в случае со спортивной моделью педали выглядят кардинально другим образом. Зубастая планка для того, чтобы нога никогда не слетела с педали. Количество скоростей в велосипеде это не самый важный фактор. И самое главное, на что надо обратить внимание у спортивного велосипеда, это на то, чтобы у него была алюминиевая рама, двойные обода, хорошая навеска и безрезьбовая рулевая колонка. Очень важно иметь в виду и то, что хороший велосипед не может стоить дешево. Средняя стоимость достойного у вас велосипеда около 10 тысяч рублей. Если вы потратите меньше, то будьте готовы вот к таким последствиям. Это вилка из дешевого железного велосипеда. Еще у них могут отваливаться педали, гнуться рули, ну и прочие неприятные последствия. Если у вас все-таки появилась долгожданная покупка, железный конь, то помните три простых вещи. Одевайте шлем и всю защиту, которую только сможете найти. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дороге. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу велосипеда, вы можете всегда их задать на нашем форуме.